Ура! Ну как я пришла? Меня пригласили, я дала согласие. И не пожалела ни единожды. Очень интересные люди посещают нашу передачу. Ряд героев, если говорить о героических людях, это одни. Ну конечно, как можно забыть интервью с той же Хакамадой или Шалвой Аманашвили. И наши местные тоже. Очень интересные люди. А это правда, что вы с Сергеем Васильевичем иногда играете роль доброго и злого полицейского? Я бы не сказала, что полицейского. Но иногда мы спорим в кадре, иногда друг на друга наезжаем, отстаивая свои позиции. Это бывает. А вам удобнее быть доброй или злой? Злой я никогда не бываю. Я не обижаю людей. Я стараюсь создать, наоборот, атмосферу такую, чтобы человек не чувствовал себя закрепощенным каким-то. Вот у нас недавно был герой, спрашивает перед передачей. А мне вот на кого смотреть? На вас, на него? Взрослый мужчина, в орденах весь. И я говорю, вы знаете что, вы забудете на кого смотреть. Но если хотите, чтобы я ответила, то я скажу, с меня не сводить глаз. Вот и все. И когда через час заканчивается это интервью, я спрашиваю, ну что, был вопрос, как себя вести, на кого смотреть. Люди забывают, надо создать атмосферу. Однажды мы услышали комплимент, нам сказали, что не передача, а какая-то сауна для души. Вот мы где-то так в глубине души, я раскрываю секрет, Серега гордимся за одно, что люди, приходя к нам, они не чувствуют себя, что на них какие-то мы добрые или злые. У нас такая создается атмосфера доверительной беседы, в которой человек может открыть какие-то вещи, когда ему легко. Телеведущий, это, что называется, разовый момент, ты собрался, пришел и сделал, а там телега потяжелее, конечно. Здесь один человек, а там у тебя порой на площадке 30. Продолжение следует...